Иеродиакон немолодых лет, но в могутной плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к бильярдной игре, и однажды в день пятничный на страстной неделе, отслуживший и почитая себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное удовлетворить свои влечения к бильярдной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители как один, так и другой от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут Квартальный, и они с Квартальным стали играть, не на подлаз под бильярд, а на деньги. Квартальный же верный полицейскому нраву брать любил, а платить не изволил. Так и тут пришлось. Обнаружил он свою полицейскую низкость и платить не хотел, а стал уверять, что уговор был на подлаз, а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить, шпагу снять и под бильярдом лазить. Но дьякон этого не хотел и говорил, что мне за удовольствие, лучше деньги. Тогда Квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния, и за всякой партию выпивать мазу по большой рюмке, рому или вина. Дьякон, желая свой выигрыш получить, на то согласился. И как он лучше Квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых рюмок мазу хмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с Квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое бильярдное сукно Кием подпорол и испортил. Тогда к спору их присоединился трактирщик и его трактирные слуги, не смея рук своих на Квартального тронуть, весьма смело подняли он и и на Иродьякона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их рассуждению от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не Квартальный, а Дьякон. И он зато сейчас сорок рублей должен заплатить, или, если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда Иродьякон сообразил, что это и есть подвох, и что сукно давно обновление требующее, вероятно, в спор это некоторым из служителей, от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не захотел, и несколько излишней на могутность свою полагаясь, стал их плещами пожимать и вталкивать сам к двери выхода подвигаться. Но тогда все вдруг с азартом на него накинулись, и после буйственного на него нападения, один, наибольшую военную хитростью одаренный, вскочил на бильярд и с высоты бильярда набросил на фигуру Дьякона с головой пестрадинное покрывало. Так что он очутился, как подсвинок, которого мужик заключил в мешок, и, завязав, везет на базар. И тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все части, и, нащипывая, где его глава, а где влосы, платья на нем порвали, и руки под пестрадину подсунув, часы с бисерной цепочкой и деньги с кошельком до девятнадцати рублев совсем с карманом из вшивого отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как он его евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что он и несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной головой и ничего сам не мог видеть. Кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно, что для своей защиты мог сквозь пестрядину зубами кусаться. Но бессердечным обидчикам этого страстотерпца и всего того, что сделали, еще мало показалось. А они, или лучше сказать квартальный, ибо его это была погибельная мысль, такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущения просил, и умолял о покрытии его их ненадежную тайностью, и из этого места откупился. Так, когда штатские всем совершенным им над дьяконом удовольнились и помышляли уже приступить и к метанию между собой жребия похищенным, квартальный был не сыт причиненным и сказал, «Еще не приедет тому час, а призовите мне моих охраняющих солдат. Пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтоб все видели. И давлеет ему, а там в монастыре его сдать на руки. И там ему его священно-диаконство помянется, и аксиос ему пропет будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил». Услыхав же это, диакон стал родиться и клетить, что он у себя в келье в Клобуке имеет еще сто рублей, секретно заделанных. Все их отдаст, только чтоб на улице его, яко, связи не вели, а со свободой рук отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за дверь вынес. Но квартальный, исполняясь недоверия к пострадавшему духовному, сказал, «Нет, он как уйдет в обитель, денег уже не вынесет, нас обманет. Лучше держите его, представим приставу, чтобы тот от всего случая не скуден остался». И вышедшего он скоро привел сюда с собой частного. Частный же, рассмотрев дело, и видя диакона присмиренного, и весьма потыканного и одертого, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатов и штатских выслал, а диакону сказал, «Восстав, да идем отсюда», и был ему заистинного самарянина. Всадил его внутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогу и полезный совет дал. «Ты, — говорит, — сознайся, и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье в клобуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому пригодятся на другой случай. А отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю». И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложился игумену, которому все рассказал, и, быв с ним наедине, предложил тому на выбор, оглашению дело придать или дать ему 300 рублей на потушение. Игумен же был весьма в правлении опытный, и, видя, в чем дело и какой может быть стыд, много не говоря просимые деньги приставу вынес и подал, после чего тот сейчас уехал, а потом игумен стал дьякона укорять и выговаривал. «Ты зачем в такое место попал? Ни для чего другого, как для бильярдной игры», — отвечал дьякон. «Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит?» А тогда дьякон, сам на себя негодуя, и, видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, Робкость оставил, и, осмелев, с досадой, ответил правду. «А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь мирских людей в те места вхожа, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится». Итак, поступок его, хотя не похвален, но рассудливость непочтена быть не может.